Так, значит, следующий наш с тобой этап работы это стилизация, стилизация формы, то есть у нас с тобой была стилизация осьминога внутри, да, то есть ты поменяла линии, да, внутри, вот, а сейчас у нас с тобой будет стилизация формы. Значит, у нас имеется некий вот такой вот осьминог, ты нарисовала тут детали, я помню, да, вот здесь у нас с тобой идет окантовочка, это вот такого плана осьминог, как бы его портрет, то есть ты срисовывала с источника вдохновения именно сам осьминожек, тут много деталей, также он имеет свой цвет и так далее, ты его прорабатывала уже неоднократно, вот, поэтому вот такой вот у нас осьминожек. Сейчас я, давай, наверное, не буду переходить на цвет, ну, в общем, я тебе хочу объяснить, что такое стилизация формы. Значит, в данном случае ты работала, я напомню, вот таким вот образом, ты рисовала внутри какие-то, допустим, делала заполнение линиями, да, вот, то есть ты это, ты это уже сделала, это задание, я просто напоминаю, вот, вот, то есть что-то ты как-то его меняла, самого осьминожка, но только внутри, ты, может быть, можешь добавить вот еще какую-то линию, там, более, как в прятне, да, вот, то есть это стилизация внутри формы, это тоже немаловажно, вот, и так далее, то есть это ты все поняла, ты сделала таких 7 штук, или, там, 5 штук, не важно, вот, можно их делать много, а я хочу, чтобы ты сделала стилизацию формы, что такое стилизация формы, так, стилизация формы, значит, стилизация формы, это когда ты берешь и делишь, вот, например, у тебя голова отдельно, да, а тут у тебя вот такая вот фигура, например, может быть, то есть ты делишь на геометрические фигуры, упрощенные, конечно же, и тут ты уже тоже добавляешь какие-то детали, может быть, вот, такого плана, видишь, у тебя получается очень упрощенный твой осьминог, и таких ты придумываешь несколько штук, например, 7, опять же, 5-7, вот, это твое домашнее задание, значит, дальше, что можно придумать еще, ну, например, вот такую, да, форму, то есть ты как-то упрощаешь и ее видоизменяешь, вот так это может быть, то есть ты меняешь саму форму, конечно, ты можешь также применить сюда и линию внутри, то есть ты можешь что-то здесь доделать, то есть применять какие-то линии, естественно, то есть это, ну, как ты хочешь, так и делай, но здесь очень важна форма, вот, дальше, что еще можно сделать, например, здесь изменить верхушку самого овала, да, то есть голову чуть-чуть поменять, вот, а тут, например, сделать вот такого плана тела, и вот таких несколько штук у тебя должно быть придуманных стилизацией формы, потому что стилизация формы это нечто другое, вот это, это стилизация внутри, вот, внутри, а это сама стилизация формы, и ты придумываешь таких 5-7 штук, ну, давай, допустим, голова будет больше, а от самого тела будет, например, меньше, да, такая легкая трансформация, тут тоже можно что-то такого плана нарисовать, вот, и можно какими-то точечками, можно точечками какими-то заполнить, или кружочками, там, или пятном, то есть, ну, то есть ты, это ты уже все знаешь, что еще можно, например, нарисовать голову поменьше, а туловище побольше, что будет из-за этого, такая легкая, опять же, трансформация, да, можно здесь заполнить вот так, вот его, такими вот квадратиками, вот, тоже, да, можно так сделать, и тут, например, как-то так вот его заполнить, чтобы перекрикалась вся эта история, то есть будет, видишь, совершенно меняется впечатление и восприятие твоего осьминожка, и вот таких вот плюс 7, 7, или там 5, точнее 5 плюс 7, вот так вот где-то, работ, вот, так что вот такая вот у нас с тобой будет стилизация формы.